Всем привет! Предлагаю приготовить очень сочное, красивое и праздничное блюдо мясо под картофельной шубой. Мясо под шубой станет украшением любого праздничного стола или отличным ужином для всей семьи. Итак, нам понадобится мякоть свинины 600 грамм. Также вы можете использовать телятину или куриное филе. Нарезаем на порционные кусочки. Накрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон. Добавляем по вкусу перец, соль. А также 1 чайную ложку любой приправы к мясу, у меня универсальная. Перекладываем мясо в миску и даем постоять, пока будем заниматься другими ингредиентами. А также нам понадобится 500 грамм очищенного картофеля. Нарезаем, заливаем водой и варим в подсоленной воде до готовности. С готового картофеля сливаем воду и немного оставляем на дне. А также сюда добавляем 40 грамм сливочного масла и делаем пюре. Берем 2 крупные луковицы, одну мелко нарезаем, вторую нарезаем кольцами. Также нам понадобится 350 грамм грибов. Грибы нарезаем кубиками. Помидоры 200 грамм нарезаем кружками. Обжариваем на растительном масле лук до золотистого цвета. Добавляем грибы и жарим до тех пор, пока не выпарится вся жидкость, которая выделяется при жарке грибов. Добавляем соль по вкусу. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В форму для запекания выкладываем лук кольцами, сверху выкладываем мясо. Распределяем по мясу 2 столовые ложки майонеза. Выкладываем жареные грибы с луком, затем помидоры. Сверху накрываем картофельным пюре. Накрываем форму фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов запекаться на 30-35 минут. Затем вынимаем с духовки, убираем фольгу и поспаем тертым сыром. И отправляем снова в духовку минут на 10-15, чтобы расплавился сыр и получилась аппетитная корочка. Вот такое вкусное, сочное мясо под шубой у нас получилось. Мясо просто тает во рту. Советую всем обязательно попробовать приготовить. Всем приятного аппетита и отличного настроения. До скорых встреч! Пока-пока!